Валентина, скажи что-нибудь в оправдании расхититель социалистической собственности. А какое тут расхитительство? Мы чуть-чуть напряжком заведем. А то вот трактор ходит, перепакивает. Можно брать. Наверное. Но в греху великого нема. Ну что, плавают? Нема. Нема. Не видно. Нема. А у бачка тропа, Миша, оттуда. Видишь? Угу. Пошли в поле кукурузу кушать. Погода хорошая. Ну а пискары хоть есть? Нет, не видно. И пискары не видно. Прямо. О, попал. Попал, молодец. Посмотреть. Плавать насколько хочется. Где-то я читал, что на какое-то они расстояние уходят. Ну вот, от места обитания. На километр. Да? Вот там все тоже вылазало. Там везде. Поехали в Дахлова. Может они там? Нет, там больше километров туда будет. Километр 3, наверное, будет. Ну вот до этого моста и туда 3 километра. Ага. Вот сюда до сюда 3 километра. Ну и туда, наверное, 3 километра будет? До того? До моста? Нет. Меньше? Два. Два. Угу. Бо я смотрелся, как тут дорога была. Уже этого идут 2 километра. А тут и туда 3 километра. Коли в Дахлова, то моя боя была. Русловим был. Вот с того поворота и туда. В Дахлова и Сосновское место. Мой объект был. Ага. Ага. Ты его строил? Робил. Русловим. А, копал? Нет. Обкашивали какие-то. Канали, вырубывали, обкашивали. Твои сотки были? Да. Люди приезжали, косили. И сумку привозили. Вот было время. Я денег не имел, ни копейки. Но сумка была все время. Колбаска, закусочка. Это твои обязанности были, да, косили? Да. А, видишь, за тебя еще и деньги получал. Да, я деньги получал. Еще и магарит. Ни шкода не делал, а пенсию заработал. Как можно? Помню тоже мы, как село заготавливали. С канала вытягивали. Не было где косить косою. Мужик приезжал. Время было. Косить девочки бачить. И забирай. Это моя капуста? Да. Это твоя капуста. Так что тут у них ежестелька. Что они на твою капусту. Ну, может вот тыкву, может и будут ести. Бо тыква тут. То вот травы зеленки хватает сейчас это. И поле еще не перепахано с кукурузой. Да. Я думаю там они... Зеленки хватает. У меня кукуруза была, то все время ходили кукурузе было. Да. Я думаю, что если они, дай бог, будут жить, то наша подкормка им сто лет не нужна. Если уже тут сильный мороз и сильный снег ввалит, тогда может мы уже им чем-то и поможем. Какого там морковочки, зерна привезти, подкормить. 48 градусов было морозом. Да. Тут? Угу. А сегодня появился 6 градусов. У нас один. Ну так. Там же в городе тепле. Там топлять? Ну так. Ну поехали. Сегодня шею. Поехали. Еще гриби встречаются, нет? А ты не нашел что-нибудь, как мы видели? Два еды в Угруце. Нашел два масляка. И этого, двоих орехов, все грибы. Не, ну мы пару штук нашли, как ехали. Да, и пару белых даже нашли. Ну таких уже стареньких, но были. Ну нормально они были, посушила ты их. Угу. Посушила. Масляки были. Хорошие, не червяные. Но два чистые, такие хорошие, великые два масляка. И в Угруце не нужно было ехать? В Угруце заехал ноль. А почему Груце Груццами называют? Так, там же раньше поля были, то есть не было леса. Там видно, что загоны, пограни. Грудью стали, как какие-то военные действия были. Ну, там же, там же лагерь был. Партизани же были. Треба было бы туда сходить. Там лагерь же был. Полазить там. Хоть так, хоть... Я его знал, пока дорогу не сделала. Как дорогу сделала, я уже его не найду. Чего? В Угруце или нет? Лагерь партизанский. Лагерь между первым и вторым. Как тебе объяснить? Не, не надо мне объяснить. В общем, от Слюза, от Дахлевского. И туда, в Угруце. Я 9 километров. Ревненько. И первый поворот, у Ёлки заезжаешь. Другой поворот приезжаешь. И первый поворот направо. И там стежка такая идет. И между первыми и вторыми Угруццами. Там такой бы грудь. Но там еще землянки видны? Да. Надо как-то туда съездить. Всем доброго здоровья. Всем привет. Ну, мы заезжаем опять другой дорогой на хутор. Заехали проведать нутряш. Но они нас не ждали. Ну, наверное, мы им не сообщили, что мы приедем. Мы им оставили, ну так скажем, вкусняшку. Но, как многие из вас писали, что лучше этого не делать, чтобы не приучать. Ну, особо мы их там не раскормим этим кусочком тыквы. Но зато мы будем видеть, приходят они туда, едят или нет. Ну, как вы слышали, местный житель сказал, что вчера их там видел. Гулять пошли. Гулять пошли. Гулять более похожий на украинский, чем на русский, белорусский. но тут много есть и примесей и и польского те же те же слова тоже спринджинивка это польское слово как я часто говорю ну что знаю то говорю рыхтык это точно это немецкая по-моему райхтык у нас есть очень много зрителей подписывается германия так что напишите правья или нет так оно звучит или нет в прошлый раз мы здесь находили барс не сейчас ты хороший я тебя тоже люблю в прошлый раз мы здесь находили несколько белых таких пока мы ничего не видим знаешь валентина чем приметно вот этот вот квадратик молодого леса вот здесь чем он интересен именно с того леса который здесь когда то рос у нас построена летняя кухня времен тогда давали еще вот такие каких делянки делянки ну я наверное еще перед армией был но я участвовал я участвовал его заготовки вот такой уже лес вырос мы должны были все дубы и мы не должны были трогать весь лес мы должны были ну деловой что там было посчитано забрать ветки не помню но тогда наверное еще сжигали где-то в центре и на стопроцентном сейчас уже не 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 сжигается ветки сейчас они складываются сливают как как говорится считают лес лес кормит вот так что на наш дом вырос здесь маленький первый дом сейчас мы во втором 2 не знаю где вырос на рай уже покупал готовый материал а больно-стропильная система из чего тоже там немало там едем на хутор в нам сегодня если повезет мы должны подшить чтобы уже сквозняков у нас на веранде не было панах ну что те на не все вытягали а больше не тягало тогда взяла видно что потеплее потеплела рюшки из проверили вы все схеме посмотри так кормишь куда не могут все съесть это когда мы с терёгой кормим они съедают следующий день мы приезжаем опять вот откуда они берутся точно с лесу приходят и не сказать что они пугливые вот мышь громко довольно разговариваем вчера не с утра вообще это вот пока мы уже не отошли тут все поделали тогда не начали вылазить и сегодня лишь мы приехали что не там грызут раз два три 4 5 нет на солнышке 8 вижу с этой стороны 8 ну и что вы пришли проверять доедайте свои вчерашние харчи вот как она бегает побежала побежала уже это хрюнька ну Кто пишет на печечку? Плохо, без газа. Печку растапливать отвык. Привыкли до комфортных условий. Там горелочку поставил, еще горит. А тут газетками. Хорошо, вот газеты были. Мне даже нравится, когда мы кормим, печечку нашу. Потом такая тепленькая. Запах в доме меняется. Может дыба добавляет, может еще чего-нибудь. Но запах другой. Запах такой приятный. Домашний сразу. Ну сейчас мы покушаем, целая торба. Мы еще не заробили, а ты уже нас кормишь. Ну а работника надо покормить хорошо перед работой. Правда, Серега? Хорошо. Все, сейчас покушаем и будем работать. Почистили печку вчера и начало дымить. Почистили печку вчера и начало дымить. Древа немножко не так наложил. Надо было к стенке задней ложить. Что у нас, Валентина, сегодня на обед? Горяча. 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 Город такой, Гусь-Секут. Какая это область? Иркутская. Иркутская. Слышь, а сколько в школ было в городе? Не знаешь? Ну, он говорит, четвертый родитель. Ну, если уже четыре, то почему? А ты был на родителей во второй работал? Во второй. Ну, такой средний. Миш, ну то с тех пор прошло, там уже может сорок школ. Я там был такой, что весь город оббежал. Ты во сколько лет оттуда уехал? Так, в три меня туда доставили. В тринадцать. О, тринадцать лет тебе было. Ты в тринадцать мог уже всех бегать. Уже тогда не бегал еще пока. Я позже начал бегать. Позже. Ясно. Все, давайте, кушаем. Глухо-лудно. Я в квартире работаю. Что-то там. Сейчас. Ну, я стоял тоже. Может, караед? Какой караед? Может, внутри живет? Не, не видишь. Руку стоит. Да. Слушай, партик, ты его украл. Ээээ. Вчера монтировал видео. Посмотрел со стороны, как я смотрюсь вот с этим станком. И пришел к выводу, что больше не буду показывать, как я на нем работаю. это не нравится причем этим станком я режу все вообще он покупался когда еще строили дом наш там было много резки по кирпичу эти печка построилась еще без танка шум на станок был чтоб смог появился достроилась печка возможно было бы еще красивее наша до каминами средств да сюда ставится большой круг из бензореза профессиональный он режет победитовая победитовая напайки режут все ну не суть но я им вообще он для дерева но я им режу и у для дерева для металла я им режу и кирпич и дерево меньше всего металл я ему режу когда-то наш знакомый специалист по дереву мне рекомендовал вообще не использовать и детей к ним не подпускать потому что не отпускаешь миша не ну я рядом смотри рекомендовал купить нормальную защитой торцовку и вот она у нас слава богу появилась еще должен признать что я был не прав когда показывал гараже как я работаю без маски допустим сварочным аппаратом я варю без маски такой если я это делаю сам в гараже без камеры я могу делать все что угодно но если я показываю это на камеру я не прав я больше такого показывать не буду потому что я могу кого нибудь ввести в заблуждение он посмотрит вот он же без маски работать чем я хуже я тоже буду и что мы имеем мы имеем такую огромную коробку она не такая тяжелая как казалось а это наверное будет мешок для пилок я предполагаю инструкция это чё-то прижимать это поддерживать пока мы это выйдем о как вот к этому ссылку я уже валентина детей буду подпускать о какой протяжкой даже так это надо хомута жалко хомута мы сейчас откроем резать не будем мне такие большие хомуты всегда жалко резать я их стараюсь раскрыть и если вот здесь иголки я применяю зачем он теперь договорился нашу куда даже сюда нажимать если этот поддеть он снимается его можно будет пользоваться еще раз вот такой хомут ищи хороший ну можно связать кого-нибудь думать на итак наш торцовочник с протяжкой здесь надо опа нажать лишь открывается защита в нерабочем положении действительно закрыт то есть нельзя уже нечаянно как как в той подсунуть руки и покалечиться и так наша торцовка может прорезать ширину вот так да это угол здесь вот угол выставляется что позволит нам очень четко делать срезы по дереву она прорезает шириной 305 миллиметров и высотой 75 миллиметров диск у него 255 на 30 5000 оборотов в минуту мощность двигателя 2 киловатта потянет свет нет а это еще неизвестно нет потянет потому что на щеточная щеточный инструмент здесь запускается ну и мне не терпится испытать вот и найти конец семянами быть да они бы обучил бы мальчишек я все это мы сделаем дома мы ее за заберем на семян еще немножко болеет смотри как четненько быстро поворачивается а шо я в той на горе 45 угол нажал тебе давай подумаем нибудь полочку со стругать подставочки под телефон можем на полу стоят пересыхает о я быстрее с мальчишками говоришь это да смотри я еще один нашел она еще может вот так поворачиваться под 45 градусов в эту сторону осталось разобраться как на какую-то надо кнопочку нажать а вот нашел опа видала как она может ладно ладно вообще это нам пока не надо нам надо просто ровный срез это наверно будет досочку поддерживать чтобы она здесь лежала все Прекрасный срез. Если бы доска была ровная, то и здесь был бы угол, скорее всего, ровный. Торцовочник фирмы Redwer. Ссылку я на него оставлю в описании. Если кому понравилось, можете переходить по ссылке и посмотреть. Жизнь простой, к этому многие тянутся. Хутор добром и теплом в памяти многих останется. На опушке средь полот домик притаился, и от посторонних глаз лесом приукрылся. Тяжело сюда попасть, не зная всей окрестности. Хуторок заморж, и это никакой секретности. Всё идёт своим чередом. Хозяйство, стройка и басика. О чём ещё можно мечтать? Отдохнуть бы полчасика. Послушать пение птиц, полюбоваться природою. Слушайте песню мою, а я пойду поработаю. На опушке средь полот домик притаился, и от посторонних глаз лесом приукрылся. Тяжело сюда попасть, не зная всей окрестности. Хуторок заморж, и это никакой секретности. Всё идёт своим чередом. Хозяйство, стройка и басика. О чём ещё можно мечтать? Отдохнуть бы полчасика. Послушать пение птиц. Полюбоваться природою. Слушайте песню мою, А я пойду поработаю. На опушке средь полот домик притаился, и от посторонних глаз лесом приукрылся. Тяжело сюда попасть, не зная всей окрестности. Хуторок заморж, и это никакой секретности. Всё идёт своим чередом. Хозяйство, стройка и басика. О чём ещё можно мечтать? Отдохнуть бы полчасика. Послушать пение птиц. Полюбоваться природою. Слушайте песню мою, А я пойду поработаю. Пор耳а на полчаса. Портаж элитмена. Поразап. Портаж? Пор agenda? Пор change помocar? Пор mix of it. Порnas полосы. Пор節 up Golden to the Shep! С 사용 . Суши. Портешу. eth не уп Orientлуш. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok 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 И это такой подогнивший можно. Заметила малые, там будет в корыте еда, они приходят и эти корочки грызут. Это вместо конфетки. Малые. Ой, а что же я сделал? Думаю, если я двумя руками взял, то это должен двумя руками поймать. Вот. Ложи, Миша, разберутся. Главное им там семечки, мякоть выбрать. Интересно ли нашим зрителям, для чего людям может понадобиться столько тыквы. Там еще, скорее всего, не один тракторный прицеп. Ну а сколько, на твой взгляд, три? Тракторных? Да. Ну если сверху, то хотя бы два, то точно. Там это все накрытое. Да. Чтобы не подмерзало. Там особо не видно. Слушай, а интересно, у тыквы, когда она подмерзает, у нее сахаристость увеличивается, как у буряка этого сахарного? Не знаю, я на сахарном не работал, и на тыквенном тоже. Это можно корову держать, столько арбузов? Что там, батик? Нашел кого-то? Еще пока нет. Этот сразу на перекрутку. Это в хранилище. Так, у чашки по барабану. Нас и битры, хоть ей ничего не мешает. А тебе все бегать. Подожди, подожди. Иди, дай гнать сюда. Подожди. Они на тактике. Субтитры сделал DimaTorzok 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 A мы едем к маме с папой. У них золотая свадьба. Смотрите в следующей серии. Володец. Продолжение следует...